всем привет сегодня я записываю ответ на вопросы которые уже несколько раз мне задавали в комментариях по поводу того что что делать если я выиграл green card лотерею как мне найти жилье подскажите какой район получше и вообще с чего начать исходя из нашего опыта но мы конечно тут не не выиграли лотерею но как мы сюда приехали значит здесь очень тяжело снять жилье если у тебя еще нет кредитной истории но в принципе это возможно потому что возможно все нам повезло у нас здесь был друг который стал нашим поручителем при заключении договора на аренду жилья и плюс в любом случае если вы арендуете жилье то вам нужно иметь в запасе еще хотя бы за один месяц это залоговая сумма то есть мы сразу отдаем за два месяца сумму но сумма за один месяц все время висит у хозяина квартиры до тех пор пока мы не будем выезжать из квартиры если мы нанесем какой-то ущерб то он будет вычтен из этой суммы то есть это как бы такая буферная сумма вы на нее никак не можете рассчитывать пока не выйдете и в принципе потом в другую квартиру будете въезжать вам опять нужно будет оставить залог то есть рассчитывайте на то чтобы у вас была такая запасная сумма если нет здесь друга и никто не может за вас поручиться то в принципе есть варианты скорее всего вас попросят хотя бы за два месяца оставить сумму и еще можно я просто рекомендую связываться с риэлторами в том районе которые вы выбрали и задавать им вот такой вопрос как можно арендовать квартиру не имея кредитной истории то есть это будет зависеть еще от риэлтора какие варианты он вам предложит чаще всего есть такие варианты когда у людей квартира долго не сдается может быть что то другое но я рекомендую просто напрямую связываться с риэлторскими конторами не бояться спрашивать вот значит во первых где мы ищем жилье я рекомендую искать жилье там где вы нашли работу то есть первую очередь ищите работу посмотрите по каким штатам ваша специальность или та специальность на которую вы рассчитываете может быть вы поменяете свою специальность каких штатах она более востребована эта работа то есть например там в северных штатах нью-йорк там или в районе лос-анджелеса то есть где очень крупные города и очень много русских эмигрантов если вы едете практически только с русским языком то ищите большие скопления русского народа чтобы найти себе работу если у вас есть английский то конечно возможности расширяются но не на все не на все должности наверное сразу возьмут вас скажем из россии то что я знаю что программисты например они востребованы по всему сша если у вас есть хоть малейшая возможность выучиться на программирование то вам обязательно нужно ее использовать потому что во первых там не нужен такой сильный английский чтобы устроиться и во вторых вы вообще можете работать не выходя из дома и вот когда вы определитесь со своим направлением работы посмотрите в каком штате вы могли бы на это рассчитывать тогда уже нужно исследовать какие цены какие варианты жилья есть в этом штате вот например я нашла такой сайт zillow.com это сайт для тех кто сдает жилье и для тех кто хочет взять в аренду вот здесь мы вводим название города например я вот ближайший город вела нажала go мне высветилась карта вот это тут прям нарисованы домики которые сдаются и сразу когда на наводишь на домик видишь цену это я сейчас показываю хороший район то есть естественно цена напрямую зависит от района здесь вообще все такие цифры вот 700 вот 600 про мелькнула но я еще ничего не задала в параметрах поиска давайте вот здесь вот откроем галочку вот и ставим параметры вот я хочу для аренды пишу в каком диапазоне цен я рассчитываю снять жилье и сколько мне нужно спален сколько ванных комнат значит здесь так здесь самое маленькое что может быть это одна спальная квартира то есть это одна комната студия идет большая она вместе с кухней вторая спальня вот как раз количество спален определяет комнатность как бы квартиры то есть то что у нас однокомнатная здесь такого не бывает здесь идет одна бедрумная вот количество ванных комнат тоже но она напрямую зависит от количества спален то есть в квартирах где больше двух спален уже может встречаться 2 2 ванных комнаты но одна будет половина я как бы то есть там нет ванны там только раковина туалет а одна полная то есть когда пишут полторы ванных комнат это значит что одна неполная то есть одна без ванны и или она может быть с душем но вот поскольку и здесь вела вот от 600 долларов то естественно мне показаны только хорошие квартиры давайте ведем по 200 долларов до 600 значит мы смотрим что район немножко сдвинулся вниз то есть значит здесь более низком районе ниже цены здесь ну вот таким образом вы можете найти жилье в любом городе америки можете воспользоваться любым другим сервисом я нашла вот этот он мне очень нравится по навигации и и здесь вот по список поспиточного выводятся эти квартиры с фотографиями давец максимально покажет вам со всех сторон если он хочет сдать эту квартиру а потом идете по списку просто выбираете что вам нравится по внешнему виду и там будет ссылка на куда вам нужно обратиться значит не бойтесь сразу пишите письма крупным почерком не бойтесь за свой ломанный английский вас наверняка поймут потому что здесь очень много например у нас очень много испаноязычных но также много там других национальностей других конечно поменьше чем испаноязычных вот и в принципе все привыкли к но к ломаному языку и я думаю что письменно вы сможете выразить свою мысль достаточно полно чтобы вам дали ответ на все ваши вопросы следующая как выбрать район то есть вы понимаете например что вы хотите вот в этот город попасть пока вы не знаете где точно будете работать но как выбрать район известно что в америке очень сильно зависит уровень уровень внешней жизни от района то есть все поделено на районы это не значит что нельзя свободно перемещаться из района в район но некоторые районы просто лучше пешком не попадать можно на машине просто мимо проехать вот конечно первое впечатление вы получите по цене на жилье то есть если явно выделяется в низшую сторону цена на жилье то это что-то неблагополучное то ли с этой квартирой то ли с целым районом затем можно более объективно судить например вот я нашла такой сайт neighborhood scout точка ком где можно посмотреть криминальный уровень по районам каждого города как я нашла я вела в гугле краем рейтинг ней барху там так а то есть таких сайтов тоже несколько очень крупных которые дают статистику и вы можете онлайн прямо выбрать себе район для жизни но это я тут выбирала школу на самом деле то есть тут можно еще выбрать район в котором лучшие государственные школы вот и разными цветами тут обозначены это я увеличила разными цветами обозначена разный уровень преступности вот здесь вот внизу дальше есть кроме карты есть еще данные статистики в цифрах то есть вот тут в общем по тампе ну я сейчас выбрала просто тампу вот такие за год вот такие показатели нарушения нарушения прав частной собственности то есть воровство и можете посмотреть как бы если вас ну я считаю что средний уровень по флориде значит это как бы нормально а вот здесь вот получается меньше это на квадратную милю в расчете преступления на квадратную милю но я считаю это ни о чем не говорит потому что просто тампу она очень размазанная такая по площади но вот это настораживает что уровень уголовных преступлений выше чем среднем по флориде в тампе но вообще если говорить чисто тампе то такой достаточно опасный город поэтому мы живем не в самой тампе а рядом и многие в принципе с детьми предпочитают жить не в крупном городе а рядом и ездить на работу вот еще пара слов если вы выиграли green card лотерею то я считаю что очень большое внимание и сразу же вам стоит уделить языку потому что вам еще нужно будет пройти собеседование в посольстве они вот например на украине говорят отсекают половину то есть то что вы выиграли green card это еще не дает вам стопроцентные шансы на успех это еще один к одному как говорится то есть вам нужно показать хотя бы ну максимально что на что вы способны знание английского то есть офицер там должен убедиться в том что вы приедете вы будете в безопасности в принципе та же задача что и у нас было на собеседовании но мы с ним постеснялись разговаривать на английском языке к своем но мы вставляли некоторые фразы по-английски и заверили его что мы очень усиленно сейчас занимаемся сказали что у нас есть уровень университета но он для чтения то есть чтение мы понимаем свободно а вот разговор как бы не можем изобразить вот поэтому вам тоже в принципе стоит так рассказывать но что разговор на речи вы сейчас усиленно занимаетесь чтобы приехать и сразу же как бы все на месте соображать то есть вам нужно доказать собеседование офицеру что вы будете в безопасности когда вы приедете вот помните об этом все время под нажмите на язык сайтов сейчас тоже очень много можно интерактивно очень интересно учиться насчет ребенка особо переживать не стоит и сам офицер нам говорил что ребенок это последнее что как бы его волнует в этом смысле потому что дети в школах очень быстро ловят язык и они быстро обгоняют своих родителей вот такой ответ на сегодняшний вопрос вопрос был от славы не знаю из какого города если еще возникают какие-то вопросы пожалуйста задавайте в комментариях я постараюсь на все ответить на те что смогу всем пока и и Продолжение следует...